Доска размером по 9 на 9. Некоторые клетки, я сейчас покажу, какие, этой доски заменят, ну, не знаю, перекоканы. В общем, по ним хотят нельзя. Просто. Вот я сейчас поставлю трестики, и вот сюда хотят нельзя. Вопрос. Сколькими способами начав движение вот здесь и закончив вот здесь начало и конец пути и каждый раз сдвигаясь ровно на одну клетку вправо или вверх вы можете пройти из левого нижнего в правый верхний пункт. Ходим по клеткам. То есть типичный путь, он вот такой. были в этой клетке, потом в эту, в эту, в эту, в эту, в эту, в эту... Ой, стоп, я ее загрузил в гребетике. Вот эти тоже запрещены. А в каждой клетке один раз? В каждой клетке один раз. Почему? Нет. Вот, например, машину. Вот так найти. Или вот так вот, такую машину, тоже машину. Поняли? Да. Сколько способов? Да. А с концом? Ну, вообще задача достаточно симметричная. Кстати, ребята, разумеется, крестики стоят так просто для красоты. В принципе, я могу поставить их в другие места. Тоже была бы задача. Как я принесла решение. Да. В конце, в конец можно пройти из лути. Да. А дальше очень важно. Значит, надо решить задачу для попадания вот в эту клетку. И решить задачу для попадания вот в эту клетку. И потом сложить. Да. Это правда, да? Да. Значит, там еще. Ну, и по одному варианту в этих клетках как прочитать? Ответу. Ну, пока нет. Да. Молодец. Ребята, кстати, очень часто в математике так. Нет. Модель какую-то задачу часто удается решить, когда вы решаете не ее, а включаете ее в некоторый поток задачи. То есть, смотрите, а давайте-ка мы не будем смотреть только на эту клетку. Давайте мы про любую клетку узнаем, сколькими способами можно из этой в нее попасть. Дело в том, что для некоторых клеток это очень легко сделать. А после того, как мы для них сделаем, окажется, что для других это сделать легко и так далее. Ну вот, например, скажите, пожалуйста, сколькими способами можно попасть из начальной клетки в начальную? Одним, конечно. Никуда не идти. Может ничего делать? Никуда не идешь и все. А сюда сколькими способами? Одним. Один, двумя. Нет, никаких двумя. Мы не можем вот так идти. Можно идти только сюда и сюда. Возвращаться нельзя. поэтому отсюда сюда идет единственный путь вот такой шаг одним способом а сюда а значит поняли что вот эта строчка заполняется сразу и самый левый столбец также молодец молодец один тоже неправда я умею в эту клетку попадать более чем одним способом можно снизу а можно слева ваша проблема в том что вы забегаете вперед вы не понимаете что вот в эту клетку можно попасть и слева и снизу а сколько здесь способов вы еще не написали на самом деле вот здесь вы тоже слишком рано начали написать надо было сначала написать сюда тогда стало понятно да сюда единица да сюда что конечно можно снизу а можно слева вы правы что можно снизу можно слева но от сюда то можно прийти двумя способами там складываться складываться совершенно верно здесь везде один потому что он не может не вернуть там два так все хорошо он не может налево сликаться нет все везде ну давайте так одну клетку заполнить пожалуйста мы скажем верно это или нет это верно еще заполняйте это тоже верно тоже хорошо отлично в каждой клетке где крест считаем что стоит ноль потому что туда нельзя туда можно прийти нуля способов нет а в остальных клетках стоит сумма того что под ней и слева то что дает я напишу могу выйти и надо уже будет правда все спасибо Кстати, чем дальше, тем труднее считать, правда? Да, 1,10, а не положено 4. А как там, 174? А, 14. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 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 16. 16. Спасибо. Спасибо. Совершенно понятно, что эти крестики были чисто хулиганскими. Потому что вряд ли есть математическая теория о том, где будут ставить крестики. Было бы крайне странно. Конечно, я мог поставить крестик в любое место. Можно сделать алгоритмы, как... Вот алгоритм, алгоритм, вот он. Ставь себе. Но сейчас я... Потому что крестики не поставили по одной простой причине. Потому что если крестики не поставили, то там числа будут быстро выросли. И просто вам пришлось дольше считать. Вы хотели, конечно, правильно. А теперь будет такой очень несложный, но важный. Представьтесь, что вам разрешили досчитать вот до этих чисел. До чисел этой диагонали. Один, семь, семнадцать. Ну или, естественно, симметрично, семнадцать семь, один. И в этот момент, когда вы досчитали. А согласитесь, что это не так сложно, правда? Да. До единицы вообще не проблема, да? Да и семь не сложно. Семнадцать чуть хуже, но тоже легко. И в этот момент сказали, здесь писать запрещают. Скажите, пожалуйста, какое число будет здесь? Вопрос. Можете ли вы? По, внимание, пожалуйста, по числам. Один, семь, семнадцать. Семнадцать семь, один. Как-то легко получить число шестьсот семьдесят восемь. Может быть, через сколько кожи будет считываться? Должна быть естественная конструкция. Вот еще одна из вещей, к которым вы должны привыкнуть в комбинаторике, что большинство эффектов, которые происходят в комбинаторике в теории вероятности, они естественные. Вот, ну давайте я объясню, что такое естественное. Скажем, вот смотрите, у меня есть две руки, правильно? У вас есть две руки и так далее. Согласитесь, что можно сказать, что вот поскольку здесь ни одного одного кого нет в классе, то количество рук чёртное, правильно? Заметьте, пожалуйста, для того, чтобы сказать, что количество рук чёртное, вовсе нет необходимости считать, да? Просто говорите, что поскольку нет ни одного человека, у которого ни две руки, то всё, количество рук чёртное. Мне нужно объяснить, как число шестьсот семьдесят восемь получить из чисел один семь семнадцать семнадцать семь один. Представьте себе, что вот на диагонале стоят, не знаю, ужасные пограничники. И при пересечении диагонали ставят какую-нибудь отметку или кричат «Прошёл!» Скажите, пожалуйста, среди шестисот семидесяти восьми маршрутов Вы знаете, всего путей шестьдесят восемьдесят восемь. Сколько маршрутов ведут через верхний левый угол? Один. 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 А сколько через нижний правый? Один. Один. А сколько через вот эту клетку? Семь. А вот не правый? А вот не семь? Два с восемь. И не восемь. Если вы не можете ответить на этот вопрос, значит, вы ничего не поняли, сегодняшний день занятий. У нас сегодня было занятие на одну тему. У нас чётко у вас проявлено. Как это? Правило. Правило. Произведение. Ещё раз. Сколько людей введут через вот эту клетку? what's in between dessus? Один? Один. 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 Не понимаю? Который начался вот здесь и проходит через эту клетку, он как-то идет сюда, правильно? А потом он что делает? Как-то проходит сюда, а потом он из этой клетки что делает? Господа, можно я вам вытерю? Потому что я думаю, вы просто не видите это. Вот вам доска. Пройти из этого угла в этот можно семью способов. А теперь вопрос. А вот на такой доске... Они одинаковые, то есть? А посмотрите. Учащущие 49. 49. Почему? Потому что вообще-то у моей картинки есть вот такая усилентрия, правильно? Крестники стоят симметрично. Поэтому если я отсюда-сюда могу пройти семью способов, то и отсюда-сюда я могу пройти семью способов. А как выглядит маршрут, который отсюда проходит сюда, потом сюда? Это на самом деле нужно сюда дойти и еще отсюда-сюда дойти, правильно? Да. Значит, через эту точку проходит сколько? 49. То есть 7 в квадрате. Так. Хорошо. А семнадцать? Это что самое? Маршруты проходящие через эту точку. Вот их семнадцать штук отсюда-сюда. И отсюда-сюда их тоже семнадцать. Семнадцать в квадрате. Ну сколько? 289. Ну, дальше понятно. Дальше те же самые числа. Двести восемьдесят девять, сорок девять и один. Будьте добры сложить. Получится, конечно, шестьсот девять и восемь. Объясняю почему. Потому что вот это вот равно вот этому. Понятно? Да. А один плюс сорок девять — это пятьдесят. А пятьдесят плюс двести восемьдесят девять — это триста тридцать с семьдесят девять. Триста тридцать девять и тридцать тридцать девять и дальше. Вот. Вопрос. А какое отношение имеют эти крестики к задаче, ну, которую казалось, мы ее сегодня должны решать? Ответ. Господа, если нарисовать без всяких крестиков, то у нас получится таблица, которая настолько важна, что у нее есть специальное название «Треугольник Паскалин». Давайте я начну рисовать. Смотрите, что это такое. Это без всяких крестиков надо рисовать вот так вот и заполнять эти клетки. Так, у меня сейчас времени мало осталось, поэтому я рисую большие клетки, чтобы все-таки успеть. И заполнять клетки вот таким вот образом. А он разный треугольник? Треугольник. Увидите. Сейчас увидите, почему он треугольник. Ребята, потому что принято останавливаться в какой-то момент. Вот, скажем, вот это. Вот это называется. Четвертая строка треугольника Паскалин. Вот это левая, вот это первая, вот это вторая, вот это третья, а вот эти числа 1, 4, 6, 4, 1. Это четвертая. Так вот, я не буду дальше писать числа эти. Оказывается, у этого самого клетка Паскалин огромное количество совершенно потрясающих свойств. И, в частности, одно из них, это такое. Вот здесь вот у меня число 20. Согласны? Да. Здесь вот у меня число 20. Что? Да. 20. Нет, все нормально. И вот это число, это как раз и есть число сочетаний из 6 типов. Все непонятно почему, правда? А причем здесь 6, и причем здесь 3, да? Ой, я, наверное, понял. Потому что там 6. А потому что там нет. Нет. Что такое 20? Это количество маршрутов, которые начинаются в этой клетке вот такого типа, правильно? Да. И у каждого такого маршрута сколько шагов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть шагов. И из этих шагов 3 вертикальных и 3 горизонтальных. А когда вы из шести шагов выбираете 3 вертикальных, то это как раз и есть выбор трех мест из шести. Так что число 20, которое у нас сегодня было, вот оно здесь. И последнее. Какие здесь числа в этом квадрате по диагонали? 1 в квадрате, плюс 3 в квадрате, плюс 3 в квадрате, плюс 1 в квадрате. Сколько будет? А почему? Потому что из этих 20 путей через это пройдет 1, через это 9, через это 9 и через это 1.